Всем привет, с вами Алёна Талаш, управляющий партнер компании Роско. Порой оттепель в налоговых взаимоотношениях просто необходима. В конце марта этого года вступил в силу закон, по которому смягчается ответственность за неуплату налогов и обязательных платежей. Получается, в отношениях между бизнесом и фискалами наметилось потепление? Поговорим о том, как изменились карательные статьи за налоговое преступление. В условиях стабильной экономики государство довольно жестко относилось к неплательщикам. Например, если директор компании будет против налоговой проверки, то это был красный флаг для судей. Такому руководителю давали реальный срок лишения свободы. Однако непростая политическая ситуация и введение санкций сильно повлияли на экономику. Спрос на товары и услуги упал. Многим пришлось сворачивать бизнес. И чтобы помочь компаниям и не потерять в налогах, правительство России пошло на уступки. Если бизнесмен нарушил закон, то ему нужно подать шанс искупить вину. Если компания погасит все долги перед налоговиками, то государство готово его простить. В дальнейшем и бизнесмен остается на плаву, и бюджет пополняется налогами. Сходство между сборщиками налогов и грабителями состоит в том, что и те, и другие завирают деньги силой. У юристов компании «Роская» есть богатый опыт сопровождения и оспаривания решений налоговых проверок. Поэтому они могут помочь в разрешении проблемных ситуаций с налоговиками. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Как изменились уголовные сроки? Правительство существенно снизило уголовные сроки за налоговые преступления. Более подробно об этом расскажет ее из компании «Роская» Юлия Герасимова. За неуплату налогов, сборов и страховых взносов, за невыполнение функций налогового агента, а также за уклонение от уплаты так называемых несчастных взносов, срок стал меньше на один год. За сокрытие денежных средств или иного имущества компании или предпринимателя срок стал меньше на целых два года. Также правительство снизило сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Если раньше максимальный срок был 10 лет, то теперь 6. Сокращение на 4 года срока давности – это существенная поблажка для бизнесменов. Хотя, на мой взгляд, разумнее было снизить эту планку до 5 лет, ведь именно столько составляет срок хранения документов. Кстати, государство активно занимается законами о налогах. Изменение уголовных сроков – не единственное, с чем работает правительство. Об упрощении налогового мониторинга мы рассказывали в одном из наших видео. Кстати, как вы думаете, что стоит изменить в законах, чтобы платить налоги стало проще? Свой ответ пишите в комментариях под этим видео. Что еще контролирует закон? По новым правилам запрещено возбуждать уголовное дело по налоговым преступлениям, если бизнесмен полностью возместил ущерб бюджету. То есть уплатил недоимку по самому налогу плюс причитающиеся пени и штрафы. Еще в обновленной редакции закона четко прописан порядок возмещения ущерба. С этого года все налоги и сборы зачисляются на единый налоговый счет ЕНС. И налоговики потом сами проводят зачет недоимки по налогам. Если предприниматель захотел добровольно погасить долги по доначисленным налогам, пеням и штрафам, то перечислить деньги на гашение недоимки конкретного налога он не сможет. В любом случае он перечислит долги обезлично единым налоговым платежом. А далее средства поступят опять же на единый налоговый счет. Есть ли какие-то минусы? В настоящее время многие бухгалтеры столкнулись с ситуацией, когда налоговики не могут выдать полноценный акт сверки. Максимум, что можно получить от налоговиков, это общая сальдо о состоянии ЕНС. Конечно, ФНС готовит программу для того, чтобы бизнесмены могли увидеть полную картину по своим платежам в разрезе конкретных налогов. Но это пока только в процессе. Поэтому, если бизнесмен и погасил долги по конкретным налогам, а на ЕНС сумма сальдо меньше погашенной недоимки, то в отношении него уголовное дело могут возбудить. Для того, чтобы этого не произошло, на ЕНС должно быть положительное сальдо, не меньше суммы недоимки, штрафа и пени. Бывает уследить за всем сложно. По любым вопросам вы можете обратиться к нашим специалистам. Все контактные данные вы найдете по ссылке в описании. Спасибо, что досмотрели видео до конца. С вами была Алена Талаш. Подписывайтесь на наш канал. И будьте в курсе. Будьте взрослым! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...